Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать в студии НТВ Андрея Аришева, нашего постоянного гостя. А в Ереване уже готов к общению с нами тоже наш коллега, постоянно участвующий в наших программах, Давид Петросян. Давид, меня нормально? Видите, слышите, да? Всё? Ну, повод нашей беседы сегодня – это годовщина событий мая прошлого года, когда ворчапетом официально избранным стал Никол Пашинян. Ну, год при таких бурных событиях – это очень немало. За это время немало и изменилось в Армении, с моей точки зрения. Я бы ещё хотел заострить внимание на одной дате, которая вошла теперь уже официально в календарь исторических дат Армении – это День гражданина. Потому что те перемены, о которых мы говорим, они были порождением именно того, что гражданское общество в Армении очень активно проснулось и решило, так сказать, само творить свою историю. Вот как, Давид, вам кажется, этот день? Его не назовёшь каким-то таким праздником. Но, тем не менее, он занял своё место в календаре, по-моему, армянского вполне заслуженно. Как ваше мнение? Ну, я думаю, что таких дней в нашей истории за последних 30 лет было немало. Но этот день был самозапоминающимся. И я думаю, что действительно этот день заслуживает своего внимания. Хотя, если честно, мы ещё к нему не очень привыкли. Понял. Ваше мнение, Андрей. Да. Мне кажется, что это учреждение Дня гражданина, это находится в русле, так сказать, действий новой армянской власти, которая отличается достаточно такими подчас резкими, радикальными, неординарными, нестандартными шагами, в том числе и в плане учреждения новых каких-то памятных дат. Я немножко могу, обратившись к российскому опыту, напомнить, что те памятные даты, которые уже связаны именно с новой Россией, которые пытались с той или иной степенью успеха прививаться, так сказать, российскими властями после 91-го года, такие как День народного единства, например, 4 ноября, они, в общем, по-разному воспринимаются в народе. И по-прежнему основными праздниками остаются у нас Новый год и 9 мая. Кстати говоря, и в республике Армения 9 мая тоже никуда не делась, это тройной праздник, как мы знаем. Так что будущее покажет, насколько День гражданина найдет свое место и насколько он укоренится, так сказать, в сознании народа и общества. Мне кажется, что действительно все шансы у него есть, потому что минувший год, о котором мы будем говорить, и, наверное, какие-то будут у нас прогнозы на будущее, он насыщен достаточно яркими и запоминающимися событиями. Я думаю, что и последующий период нам тоже скучать в этом плане не даст. Понятно, Андрей. Ну, я бы отметил достаточно очевидные, уже известные всем факты. Они подкрепляются и цифрами, кто внимательно читает. Это определенные экономические достижения Армении за это время. Подтвердилась польза пребывания в ЕАЭС Армении. Кстати, надо отдать должное Николу Пашиняну, который приехал в Москву и приняв, что называется, дежурство по ЕАЭС. Он вспомнил о том, что поначалу у него были сомнения насчет этого членства. Потом подтвердил, что это полезное членство для Армении. И в экономике определенные сдвиги налицо и в плане экспорта, и налогособираемости, чем раньше Армения не грешила. Поэтому я думаю, что эта тема, так сказать, тут достаточно очевидные есть успехи. А вот, если говорить о рейтинге Пашиняну, то можно только несколько удивиться, что за такой сложный период, когда много было и сомнений, и пертурбаций, он, будучи год назад примерно в районе 90%, не так-то уж сильно, насколько я знаю армянскую социологию, не так уж сильно понизился. Безусловно, так сказать, сейчас он не 90%, как было, но и не такое уж сильное отступление. По разным данным он от 10 до 15%, хотя кое-кто дает и большее. Ну, это и как в России. Вы знаете, например, что в ЦИОМ и Левада-Центр дают порой очень разные показатели по существенным вопросам. И у меня вопрос тогда к гостям. Как вам кажется, в какой степени именно на рейтинг Варчапета и его команды влияют такие вещи, как незавершенность, пока очевидная? Значит, разбирательств по двум направлениям. С одной стороны, по деятельности Роберта Кочаряна, имеется в виду восьмой год и страшная трагедия, которая тогда разыгралась. Десять погибших людей и много пострадавших. Вот это политика. А что касается, да, как раз то, чего я коснулся и экономика, ну вот окружение последнего президента, по которому делались довольно-таки широковещательные такие заявления о конфискациях, о том, что будут получать свое по закону многие люди, очень нажившиеся на том, что они буквально там делили страну. Ну, дань собирали, что называется, по квадратам, сильная коррупция. Вот тоже пока, что называется, громких посадок не видно. Вот как вам кажется, в какой степени оба эти вектора повлияли на рейтинг Никола Пашиняна. Давид, пожалуйста. Ну, если, позвольте, я начну с экономики. Я думаю, что как минимум 37-38% нашей экономики, это самые скромные оценки Международного валютного фонда, которые были отфиксированы 5 или 6 лет назад, находятся в тени. Безусловно, за этот год объем этой тени сократился, и сократился достаточно существенно. И у Николы Пашиняна просто не было другого выхода. При том, что после революции, естественно, инвесторы взяли паузу, международные финансовые организации и какие-то другие структуры, которые могли финансово поддержать правительство, тоже не торопились. В сложившейся ситуации он должен был ориентироваться на внутренние ресурсы. Таких внутренних ресурсов, по сути, два. Первый ресурс – это повышение уровня финансовой дисциплины. И второй ресурс – это сокращение управленческого аппарата. Что касается повышения уровня финансовой дисциплины, то уже есть оценка, что к концу этого года сверх бюджета будет собрано порядка 130 миллионов долларов. Я в долларах говорю, чтобы было удобнее. Это довольно большая сумма для маленькой страны. Следует отметить, что уже обещано, что во втором полугодии на 20-30% будут повышены зарплаты денежного удовольствия военнослужащих, будут повышены зарплаты учителям. И есть информация о том, что повысили зарплаты медицинским работникам. Правда, нет информации, насколько. Но 15 тысяч человек медицинских работников получили прибавку по всей стране. Я особо подчеркиваю то обстоятельство, что этого никто не обещал. То есть изначально таких обещаний не было. Было обещание бороться с теневой экономикой. То есть это следствие борьбы с теневой экономикой. Что касается других обещаний, то будем так говорить. Он провел 8 мая большую пресс-конференцию и представил длинный перечень того, что он обещал и что сделано и в каком объеме. Я вам честно скажу, что за все время независимости Армении это был первый отчет такого рода. Многим это не понравилось. Потому что, естественно, все ждут большего. Но я считаю, что главное достижение все-таки то, что бюджет пусть и вырос ненамного, но главное не это. Главное то, что те небольшие ресурсы, которые были в бюджете на социальные и иные нужды, которые очень здорово разворовывались, они стали доходить до места. Вот это я считаю главным, так сказать, итогом вот этого года. То есть тот, кто должен был что-то получать, какую-то помощь от государства в тех или иных вопросах, он стал ее получать, будем так говорить, в полном объеме. Это очень важный момент. Вдруг выяснилось, что Армения, конечно, не очень богатое государство, но, оказывается, у него есть вот такие финансовые ресурсы. И вот он скрыл эти финансовые ресурсы. Я считаю, что это тоже большое достижение. Что касается инвестиций, то я думаю, что серьезные разговоры с инвесторами начнутся только сейчас. То есть инвесторы ждали стабилизации политической ситуации. Ну, будем так говорить, после парламентских выборов и формирования правительства, она относительно стабилизировалась. Да, есть инвестиционный портфель, есть переговоры. И вот была недавно поездка премьер-министра в Китай, где он встречался с председателем Си, с премьер-министром. И ожидается вот на этой неделе приезд в Армению министра иностранных дел Китая. По мнению некоторых здешних экспертов, поездка в Китай была удачна, по крайней мере, внешне. Ну, честно говоря, в последнее время много говорят о том, что присоединение активной Армении к программе «Один пояс, один путь» даст неплохие дивиденды, пусть, так сказать, не гигантские, но очень реальные. В Армении сейчас уже достаточно и специалистов с китайским языком, молодежь очень рвется его осваивать. Этого, я думаю, да, очень перспективную обозначу вверху. Я могу добавить еще, что в Китае есть молодая армянская община. Ее численность невелика по сравнению с другими странами. Всего лишь 500 человек. Но что интересно, его очень здорово замечают китайцы уже. И здорово с ней общаются и консультируются. Причем в вопросах, не только касающихся Армении. Вот это интересно. Но это, так сказать, наше новое, так сказать, направление, или относительно новое. А вот старые традиционные направления – это Евразийский экономический союз, где Армения недавно провела саммит премьер-министров стран Евразийский, который прошел в такой рабочей обстановке. Не по всем вопросам удалось договориться, но работа саммита произвела эффективно. И я думаю, что председательство Армении Евразийский будет успешным. И второе – это направление экономическое – это Европейский союз. Но Европейцы пока не торопятся с инвестициями в Армению. Но интерес есть. Вот интерес есть, в том числе в таких крупных по европейским меркам странах, как Германия и Франция. Это внушает определенный оптимизм. Хорошо. Спасибо большое, Давид. Давид несколько, так сказать, срезал один из углов моего вопроса о том, ждет ли общество еще определенного конфиската, так сказать, государственного. У тех, у кого он есть. Я рад тому, что вы, так сказать, нашли действительно несомненный позитив, который развил мою вводную. Давайте пока в этом плане остановимся. Хотя я надеюсь, что сказать там еще будут, что сказать на эту тему. Я тогда политическую часть своего вопроса, именно о том, чего народ ждет, перекину на Андрея. Тем более, что в деле Роберта Кочаряна буквально за последние сутки произошли огромные изменения. Он под денежный залог Бако Саакяна и Аркадия Кукасяна отпущен до свободы. 18 мая. А дело его переведено теперь из суда общей юрисдикции в Конституционный суд. Что, на мой личный взгляд, справедливо. Потому что меня с самого начала, при том, что я прекрасно понимал, какая это трагедия для родственников погибших тогда, 1 марта 2008 года, значит, сама формулировка в отношении главы действующей власти, значит, изменение существующего строя, ну, казалось, несколько неадекватной. Вот другой вопрос, скажем, верховный главнокомандующий, в руках которого все армейские ресурсы, вот, скажем, превышение этих полномочий для людей с оружием, это другой разговор. Вот ваше мнение по этому вопросу. Вы знаете, здесь достаточно, конечно, серьезная политика-правовая коллизия, и прежде всего, с некоторым сожалению, я должен отметить, что она, конечно, приводится все больше в политическое поле, в поле, так сказать, достаточно ожесточенного противостояния, вот, между общественными группами, между силами, которые придерживаются разных взглядов на, так сказать, дело Кочаряна, ну, я в кавычках говорю, и дело 1 марта в более широком контексте. Мне кажется, что, я согласен с вами, Леонид, хотя в Армении, я знаю, вот, есть разные точки зрения, может быть, Давид что-то дополнит, но мне кажется, что необходимо ослужать страсти по этому поводу, по поводу событий 2008 года, и все-таки пытаться разобрать это дело по существу, и максимально осветив роль не только Роберта Кочаряна, но и других действующих лиц, которые, возможно, принимали в этом участие, потому что многие из них остаются, как мне кажется, за кадром. Я знаю, что идут следственные действия, вот, кстати говоря, некоторые телеграм-каналы у нас есть, достаточно продвинутые, они прямо публикуют листы допросов специальной следственной службы, насколько я понимаю, там и Сержа Саркисяна, и Ливона Тарпетросяна, и некоторых других. Я, кстати, не знаю, насколько это правильно, вот такая утечка, и то, что эти утечки происходят, оно свидетельствует действительно о том, что это дело, так сказать, затрагивает самые разнообразные интересы. Но я согласен, необходимо его рассмотрение в Конституционном суде и вынесение, так сказать, взвешенного вердикта по этому вопросу. Ну, и уж позволить... При том, что все виновные, конечно... В каких-то случаях, может быть, уж лучше утечка, чем железный занавес глухой. Безусловно, безусловно. Я просто хотел подчеркнуть, что достаточно много, насколько мы можем судить, накоплено следствием, свидетельских показаний и процессы эти, опросы свидетелей различных еще ведутся. То есть, насколько я понимаю, дело может затянуться на несколько месяцев, если не на годы. Торопить ли его искусственно? Предавать ли ему какой-либо актуальный, так сказать, политический контекст, как это было буквально в последние дни, мы наблюдаем. И я думаю, что эта история не закончится. Здесь, конечно, нужно, как говорится, 7 раз ответить, потому что вот Давид говорил об инвесторах. Я не думаю, что инвесторы, что европейские, что российские, что китайские, что какие-либо иные, будут, так сказать, скажем так, очень активны, если они увидят о том, что внутриполитическая стабильность в Армении каким-то образом нарушена, что проводятся какие-то массовые акции, в том числе и по отношению к судебной системе, как бы к ней не относиться. Я думаю, что здесь важнее прийти все-таки к эволюционному пути, чем, значит, провозглашать какие-то революционные лозунги, при том, что экономическая революция, вот Никол Пашинян говорил об экономической революции, мы из рассказа Давида и из некоторых шагов, некоторых фактов об Армении, которые были представлены, например, министром его пресс-конференции, которая так и называлась, «100 фактов об Армении», мы видим, что действительно много делается. Но в то же время, скажем, когда он говорил о 50 тысячах рабочих мест новых, понятно, что какое-то количество их было просто выведено из тени в результате тех позитивных процессов, о которых говорил Давид. Но все-таки 50 тысяч рабочих мест, сама эта цифра, насколько я знаю, некоторыми экспертами оспаривается, как и некоторые другие заявления, особенно планы. Мы по российской специфике знаем, что планы можно нарисовать, планы мы умеем хорошо рисовать на бумаге, и с этим как бы проблем нет. А вот с сериализацией возникают много проблем. Ну, вы немножко ушли в сторону от того, что мы говорили, но вы затронули очень существенный вопрос. Тут и к вам он будет тогда адресован, и к Давиду. Вот насчет призыва блокировать суды. С моей точки зрения, тут где-то команда Пашиняна решила пойти по уже апробированному пути. Ну, вот как в свое время-то год назад собрали огромную, так сказать, массу народа, и понимая безнадежность своей ситуации, сэр Сарксен капитулировал, ушел. То есть оказалось, что, как говорится, размер имеет значение. Вот. Получается, что тут тоже, правда, они не были эти акции такими массами, но что подразумевалось примерно так, что заблокируем все суды, так сказать, от общей юрисдикции до арбитражных. Такое сонное. Коэстационные, особенно, да. И, значит, сразу все неправедные судьи или жуликоватые оттуда там чуть ли не из окна выбрасываются, или, подняв руки, выйдут. Вот какая была... Смысл этой акции... Подоплёвка этой акции. Он объяснил смысл по-другому, что они хотели послать таким образом сигнал в судейскому корпусу, что его работой, работой судейского корпуса или тренирует судебной власти общество недовольно. Поэтому акция была ограничена и продлилась всего лишь 5 часов. Я хотел вернуться... Ну и вы хотите, простите, хотите сказать, что в какой-то степени даже больше именно пропагандистской, чем настроенной на результат. Да, она символическая. 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 Да, то есть она преследовала цель продемонстрировать судебному корпусу, что общество недовольно его работой. Я хотел вернуть к этому моменту, связанному с Конституционным судом. Значит, дело передано в Конституционный суд, и Конституционный суд должен дать толкование по статье 301 Уголовного кодекса, по которой обвиняется Роберт Кочерян на того свержения Конституционного строя. Дело в том, что эта статья несколько раз редактировалась. И обвинение считает, что в действительности ее диспозиция не изменилась. А, будем так говорить, защита считает иначе. И вот теперь Конституционному суду предстоит дать толкование вот этой статьи. Причем не в той редакции, которая она сейчас, или это в редакции 2009 года, а в той редакции, которая была на тот момент, когда происходили эти события. То есть я хочу сказать, вот в чем заключается функция, будет заключаться функция Конституционного суда. То есть обвинения не сняты, но поставлен вопрос разъяснения соответствия этой статьи Конституции. Вот такая ситуация. Понятно. Я бы тут вот еще о чем хотел сказать. Известно, что и до этого в целом, да, действительно, судебная система не пользовалась большим авторитетом у граждан Армении все последние годы. Мне кажется, что даже, скажем, прокуратурой авторитет и то был несколько выше. Достаточно было все-таки профессиональных и, так сказать, неподкупных прокуроров. Я, по крайней мере, лично таких знаю. Но другое дело, что в целом вся правоохранительная система, мы ведь сейчас говорим о таких, ну, вершинах, что ли, так сказать, пиках, когда погибали люди, а сколько было случаев беззакония. Например, вот припомним, да, в свое время Ашот Манучарян. Очень известный, так сказать, в истории Армении политик. Вот. Я лично, мне не довелось у него брать интервью. Вот. Но этот человек меня очень интересовал. Не потому, что он считался блестящим министром, а потому, что у него была репутация, о которой я слышал из очень многих уст человека, который все время пребывания во власти проходил буквально в одних штанах. Ничего от этого не получил. Эта репутация сохранилась. Она и сохранилась. Вот вы подтверждаете. Ну, так вот, что, так сказать, интеллигент уже в возрасте. На него набрасываются на улице какие-то качки, избивают, только что вот не искалечили совсем. И известно, что они ходят там через две улицы, так сказать. Ну, понятно, что они только исполнители, но их все знают, и никакая полиция их не берет. И это вот единичный случай, потому что это публичный, знаменитый человек. А таких случаев было очень, к сожалению, немало. И вот если удастся переломить вот эту ситуацию, такого беззакония и безнаказанности, тогда может быть подоплека вот в плане послания судам, о которых сказал Давид. Может быть, она и имеет смысл. Я думаю, что в этом случае Армения показала бы хороший пример и некоторым другим странам, где, к сожалению, существуют тоже серьезные проблемы с судами, с правоохранительными органами, с произволом полиции. Мы знаем, что это беда не только Армении, но и многих других стран. И России, к сожалению, не исключение. Тут, на мой взгляд, вопрос, удастся ли это сделать в долгосрочном плане. И хватит ли на это политической воли, хватит ли на это кадровых ресурсов, хватит ли на это решимости. Это, конечно, серьезный вопрос, который перед армянской властью встанет, но Никол Пашинян в бархатной революции взял на себя большую ответственность, народ ему доверил, и я думаю, что так или иначе республика Армения будет продвигаться по этому пути. С каким успехом, это большой вопрос, на мой взгляд. Пока что вопрос открытый. Но это еще будем смотреть. Но вот какой у меня, значит, возник, и вот это уже довольно-таки тревожный вопрос в связи с тем, что за Роберта Кочаряна, арцахцы по происхождению, поручились именно его земляки, каким-то образом, значит, соткался, я думаю, что это не более того, как миф, но, возможно, кому-то выгодный, о возникших трениях между Ереваном и Арцахом. И это, учитывая ситуацию, в которой находятся оба армянских государства, которые, по сути, все-таки представляют собой, естественно, единый и национальный, и военно-политический организм, вот это как-то тревожит всех, так сказать, кто там находится, и здесь всех, кто болеет за Армению. Вот что вы скажете по этому поводу, Давид? Я должен сказать, что определенные трения и проблемы существовали всегда. Были всегда какие-то разногласия. В 90-х годах они чаще выплескивались наружу, а потом их не было слышно, но они существовали. Сейчас ситуация приблизительно такая, что в Армении произошла революция, и в Карабахе тоже хотели сместить действующую власть. Но этот процесс был остановлен самим Пашиняном, и его, это публичный совет был первого президента страны, о том, что проводить революции в прифронтовой зоне, это очень опасное занятие. Я, я что говорил. Да. И Пашинян, собственно говоря, призвал тех, кто хотел сделать такую же революцию в Армении, воздержаться от этих действий. Поэтому сейчас наша власть работает с той властью, которая там была, но которая, будем так говорить, в качестве партнеров больше рассматривает предшественников Пашиняна. Это вот довольно странная такая дилемма, и при том, что саму эту власть в Карабахе Пашинян сам поддерживает. Вот такая сложная конфигурация. Значит, главное требование армянской власти до сих пор было не вмешательство во внутренние дела Армении, никоим образом воздерживаться от этого. был один эпизод, когда министр обороны предыдущего Нагорного Карабаха Леон Натсаканян фактически вынужден был уйти со своего поста, потому что вышел, так сказать, из колеи. Но вот дело в том, что суд над Робертом Кочеряном это все-таки внутреннее дело Армении. И было очень много разговоров о том, что Россия, российское руководство вмешивается, Путин защищает Кочаряна и так далее. Я не поддерживаю эту версию, но зато все увидели то, что руководство Нагорного Карабаха, бывшее и нынешнее, поручилось за него. То есть оно еще больше политизировало этот процесс. И вот это обстоятельство считают здесь неприемлемым наши нынешние власти и поэтому требуется откровенный разговор. Мне кажется, что вчера Бакоса Океан, который со времени прихода моего шага к власти, он вчера впервые встретился с парламентской фракцией моего шага. и насколько я понял, разговор был достаточно откровенный, хотя его подробности не выносятся на публику. Вот как раз были бы очень интересные утечки. Да, я думаю, независимо от того, что там говорилось, я считаю, что эта встреча была полезной для обеих сторон. И сейчас депутаты парламента ездят в Нагорный Карабах чаще, чем раньше. Потому что и то же самое исполнительная власть там чаще стала бывать. Но это еще объясняется тем обстоятельством, что раньше во главе Армении стояли выходцы из Карабаха, и как мы считали, это не обязательно. Там же еще выборы на носу. Да, и очень частые контакты, это первое. И второе, в вопросе переговоров по Нагорно-Карабахскому урегулированию за последние 17-18 лет, мне кажется, что сейчас взаимодействие Министерства иностранных дел и исполнительной власти в вопросе урегулирования между Карабахом и Арменией сейчас более тесно, чем раньше. раньше этот вопрос решился как бы явочным порядком. Из Еревана вот что говорили, в Карабахе как бы брали под козырек, хотя были может быть чем-то недовольны. Сейчас ситуация несколько иная. Контакт более плотный и обсуждаются все детали по-моему. Спасибо, Дарья. В этом я считаю, что есть позитив. Ну, как Андрей считаете, я думаю, что на это повлияло то обстоятельство, а это, кстати, было с самого начала, в общем, когда еще, что называется, только марш Пашинян и Ириван начинался, он уже говорил об этом и потом заявил с официальной трибуны, что он будет добиваться возвращения третьего кресла за стол переговоров, которое уже довольно давно было убрано оттуда. И то, о чем говорит Давид, вот это такое единение, ну, оно, собственно, в данном случае органично, потому что самый главный документ 94-го года перемирия, там-то, да, так сказать, стояла подпись НКР. де-факто признанно ОБСЕ, это достаточно известная история, потом по политическим мотивам, там, по-разному, по-разному этот вопрос трактуется, Нагорный Карабах, так сказать, утратил свое полноправное место участников, вот сейчас, конечно, вернуть статус-код 94-го года достаточно сложно, вот, но, тем не менее, тоже мы в Москве обратили внимание о том, что, на то, что контакты между министрами иностранных дел Республики Армения и Республики Арцах стали более частыми, и, как мы можем понимать, более содержательными, я думаю, что это очень важно на самом деле, не менее важно и то, что, вот, различные, скажем, тонкие вопросы, которые возникают между Ереваном и Степанакертом, на мой взгляд, необходимо обсуждать, но их нужно обсуждать без излишнего эмоционального накала, потому что мы действительно понимаем, что конфликт не урегулирован и в Азербайджане, да и в Турции тоже, я думаю, что мы по публикациям это видим достаточно внимательно, мягко говоря, с внимательной заинтересованностью следят за тем, чтобы максимально углубить вот то, что они называют, так сказать, иногда расколом, там, разные тоже термины, и это как бы элемент информационной войны или это элемент психологической войны против двух армянских государств, подкрепляемый, кстати говоря, и широкомасштабными военными учениями, которые буквально вот в эти дни проходят, до этого были учения в начале мая, там имени Ататюрка, если не ошибаюсь, совместные, Азербайджанно-турецкие, вот, в этой связи, я думаю, что очень важны вот те встречи, о которых и Давид упоминал, встреча с, в частности, президента республики Арцах с представителями депутатской фракции Мой Шак, мне почему-то кажется, хотя я знаю, что в Армении разные есть мнения по этому поводу, но мне почему-то кажется, что освобождение Кочаряна под залог, внесенный вот бывшим и действующим президентами Нагорно-Карабахской республики, не был таким уж неожиданным для действующей армянской власти, вот, тут, скорее, действительно, вот радикальные противники Роберта Кочаряна вышли, как мы знаем, на акции протеста, вот, и, кстати говоря, именно накануне, вот, анонсированный Николом Пашиняном акции по блокаде судов, так что здесь какую-то связь, конечно, можно найти, вот, но связь эта опосредованная, и мне кажется, что и здесь необходимо ввести ситуацию вот в такие нормальные цивилизованные рамки обсуждений, может где-то кулуарных, но, если такого рода вопросы будут решаться на улицах, то, мягко говоря, это не приведет к позитивным последствиям. Ну, в любом случае, я думаю, достаточно очевидно, что с реальным решением Карабахского вопроса эта акция, все-таки, так сказать, никак, безусловно, не связана, а что касается того, что вы говорили, да, правильно, и о маневрах, ну, и можно добавить только то, что во время переговоров с Алиевым, да, мы там под столом не сидели, но это как-то между строк донеслось, так сказать, отказ даже обсуждать возвращение этого Карабахского кресла был очень жестким, решительным и, ну, без, с его стороны и без повара бескомпроместным, вот, так что тут предстоит еще в любом случае это делать минимум большая работа. Делает ситуацию в определенной степени патовой, мы знаем, что, вот, объявлено буквально вчера было, наконец, если я не ошибаюсь, через месяц примерно будет очередной визит Минской, сопредседатель Минской группы ОБСЕ, причем, по крайней мере, на данный момент объявлено, вот, как я слышал из официальных сообщений и Баку, и Ереван, и Степанакерт, вот, безусловно, тут посредники какую-то свою роль могут оказать, по крайней мере, в челночной дипломатии, я думаю, в год 25-летия вот, того шаткого перемирия и установления, значит, благодаря усилиям российской посреднической миссии перемирия в регионе Карабахского конфликта, это будет более, чем уместно, хотя бы не скатиться вот в в прежнюю, так сказать, вот такую бескомпромиссное противостояние позиций, так сказать, то, что чревато, как бы, Главное, чтобы при всем, при том, кстати, мы об этом как-то не говорили, но все-таки, значит, за год пребывания команды Пашиняна у власти в целом, что называется, количество перестрелок на душу населения и на линии соприкосновения в Арцахе и многострадальной того же, о котором мы упоминали неоднократно, оно сильно сократилось. Да, безусловно. Вот. Является ли это, так сказать, таким, что ли, усыпляющим деятельность ходом со стороны Баку, не берусь сказать, как вы, Давид, кстати, полагаете, но факты налицо. Я считаю, да, это факт, я хотел некоторые моменты как бы добавить, может быть, вот к этой теме, может быть, вам будет интересно. Дело в том, что сейчас мало кто говорит об этом, но на самом деле есть правовой акт в Армении, решение парламента от 5 июля 1992 года, которое запрещает запрещает руководству Армении подписывать в Нагорно-Карабахском урегулировании какой-либо документ, если на нем нет подписи представителя Нагорного Карабаха. Такой правовой акт существует, просто по положению на сегодняшний день, поскольку несколько раз менялась конституция, не ясен статус этого акта. Тем не менее, это первое, на что я хотел обратить внимание. Второе, хотя Баку не принимает требования Еревана о возвращении третьей стороны за стол переговоров, следует особо подчеркнуть, что все эти требования абсолютно легитильны и подтверждены решениями международных организаций, я имею в виду ОБСЕ. ОБСЕ. Третье, на что я хотел обратить ваше внимание, это 25-летие подписания соглашения, бессрочного соглашения о прекращении огня при посредничестве Российской Федерации. Я должен особо подчеркнуть то обстоятельство, что лично мне было очень приятно, как эта дата была отмечена и в Армении, и в Нагорном Карабахе на самом серьезном политическом уровне, а в Нагорном Карабахе даже была проведена научная конференция. А в Армении были большие информационные программы, и будем так говорить, общество после долгого перерыва было детально проинформировано о том, что происходило вот в 94-м году, как это было подписано это соглашение. Особо подчеркивалась роль тогдашнего министра обороны Российской Федерации Павла Грачева и российского дипломата Владимира Казимирова и тогдашнего президента Российской Федерации Бориса Ельцина. То есть все участники тех исторических событий приглашались в телестудии, в радиоэфир и они рассказывали о том, как это все происходило. Почему я говорю об этом подробно? Потому что многие из участников этих событий по политическим причинам в течение последних 20 лет или меньше они просто не приглашались на телеканалы, на радио, у них не брали интервью по этому вопросу и так далее. То есть я хочу сказать, что народу рассказали, как это все было. Я считаю, что это очень важно. вас трижды поддерживаю, особенно в отношении Владимира Николаевича Казимирова. Мы сейчас, могу просто поделиться с друзьями, со зрителями, значит, готовим фильм об этом замечательном человеке, мудром дипломате. Вот, он написал большую книгу, мир Карабахова, материалами которой мы тоже, конечно, будем пользоваться. И вот, когда читаешь его статьи, книгу эту, это человек, который ухватил, я считаю, все-таки уже тогда самую суть, что никакие бумаги, так сказать, не будут работать, если мнение вот этого, да, небольшого по численности, но гордого и мужественного карабахского народа не будут учтены. Без этого ничего не сдвинется, будь там 10 еще таких минских групп. Вот, но вы абсолютно правы в том, что все-таки именно посредничество Казимирова и все-таки российский угол вот в Минской группе, конечно, был решающим. Без него не было бы этого бешкексского соглашения реально. Вот, поэтому мы будем уже, так сказать, закруглять нашу беседу. Вот, но я хотел бы вкратце, так сказать, спросить у вас, а потом, значит, Андрей, ну, как вам кажется, вот все-таки по десятибальной системе, какую оценку вы дали бы этому году в Армении? Речь не идет только Никола, а не Коля Пашиняна персонально, вот, а в целом, так сказать, ну, в плане надежд граждан, так сказать, на, пусть это не прозвучит банально, как в советском духе, лучшее будущее, но оно действительно, каждый о нем, человек, мечтает. вот ваша оценка. Моя оценка? Ну, будем так говорить, я оптимист, но очень осторожный, и, наверное, я все-таки... Это правильно. По десятибальной системе я поставлю оценку 7. Может быть, это высокая кому-то оценка покажется, но я думаю, что... Это не плохая оценка, это хорошая оценка. Я, честно говоря, несколько более пессимистически настроен относительно, так сказать, любых процессов, в том числе и революционных, но мне кажется, что все-таки то, что происходило в Армении, оно несло некоторый позитивный заряд, безусловно, и привело к более позитивным последствиям, и в том числе для социально-экономического положения граждан, в том числе и с точки зрения более активного позиционирования на внешнее линии Республики Армения. Здесь говорилось вот о визите в Китай, но таких визитов было много в последнее время, и я думаю, что рано или поздно они приведут все-таки к позитивным результатам. Ну, если по десятибальной системе, то, наверное, пять или шесть можно поставить, с учетом того, что пока что есть еще все-таки некоторые авансы, сбудутся они или нет, некоторые надежды сбудутся они или нет, пока еще неизвестно, есть некоторая неопределенность, но я думаю, что... Ну, судя просто при всем при том, по тем же опросам, о которых я говорил в начале, о которых я говорил в начале передачи, есть кредит доверия, он не исчерпан. да, я вот, кстати, забыл об этом сказать, мне кажется, что для любого политика очень важен этот кредит доверия, но не менее важно, это не только к Пашиняну относятся там, так сказать, к любым, в том числе и к политикам прошлого, неоправданные разочарования, неоправдавшиеся надежды, они очень способны больно бить по репутации и по, так сказать, каким-то планам политика, который пришел к власти на волне вот такого не поддержки даже, а обожания. Очень важно следить, чтобы разочарование не привело к каким-то серьезным таким последствиям. Ну, что ж, суммируя то, что вы оба сказали, значит, будем внимательно следить с надеждой. Да, безусловно. С надеждой на лучшее для всех, кто любит Армению. Мы все желаем Армении наилучшего, так сказать, и лишения всех тех проблем, которые перед этой республикой стоят. Безусловно. Ну, что ж, мне остается только поблагодарить Вас заинтересованное и квалифицированное участие в нашей беседе. Вот, надеюсь, это не последний. Лучше Андрей могу пожать руку в студии. Тоже спасибо большое и до новых встреч на межнациональном телевидении. Спасибо за интересное. Всего доброго. Спасибо.